Епископ Смоленский Вяземский Сидор принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы. Торжество ознаменовалось совместной молитвой в Смоленском Свято-Успенском Соборе, после чего в городе прошел праздничный парад и торжественный митинг. С подробностями нашей коллеги из телестудии Святой Меркурии. На утреннем богослужении в Свято-Успенском Соборе епископ Смоленский Вяземский Сидор поздравил прихожан и гостей города с Днём Победы. «Забвение тех, кто явился для нас защитником мира, — сказал владыка, — может быть причиной возрождения фашизма». «Поэтому патриотическое воспитание молодежи и память о тех, кто был свидетелем ужасов во имя, все это способно сплотить в наше общество». В Смоленск вошел число 25 российских городов, в которых в праздничный день состоялся военный парад. На трибуне присутствовали руководители области и города, представители духовенства, почетные гости. Самые лучшие места были отведены для ветеранов Великой Отечественной войны и вооруженных сил. Ветераны же открыли парад. Затем четким шагом по площади прошло свыше 500 военнослужащих, воины Смоленского гарнизона, курсанты Академии ПВО Сухобутных войск. Сегодня в Смоленске проживает всего около 900 ветеранов войны. Еще в прошлом году их было 1200. Время неумолимо. Но в этот день все они были рядом с нами. Бессмертный полк – это традиция, когда родственники ушедших ветеранов в праздничный день несут их портреты по улицам и площадям российских городов, укоренилась и в городе Героя Смоленске. После праздничного парада состоялся торжественный митинг в сквере памяти героев у Вечного Огня и у могилы уроженца Смоленской земли Михаила Егорова, водрузившего знамя победы над поверженным Рейхстагом. Чествование ветеранов Великой Отечественной войны, узников концлагерей, тружеников тыла, детей войны, а также память о всех тех, кто отдал свою жизнь за то, чтобы мы жили в мирное время – все это наш священный долг. Память о тех, кто защищал наше Отечество, и поддержка свидетелей ужасов войны – все это способно сплотить наш народ. Я убежден, что каждый из нас вносит свой посильный вклад в укрепление нашего государства. После торжественного марша почетного караула участники митинга возложили к Вечному Огню венки и цветы. От Смоленской епархии венок возложили епископ Смоленский Вяземский Исидор и секретарь епархии иеромонах Серафим Амельченков. Владыка и иеромонах Серафим положили цветы икстелли города Одессы на аллеи городов-героев. Этот украинский город и в наши дни стал символом мужества и героизма борцов с неофашизмом и нацизмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова